Слышу голос. Из прекрасного далека. Эти строки поэта Юрия Энтина, положенные на музыку Евгения Крылатова, впервые прозвучали в фантастическом телесериале «Гости из будущего» в дни весенних школьных каникул далекого 1985 года. Режиссер Павел Арсенов и писатель-фантаст Кир Булычев сумели создать фантастическую историю с приключениями и, конечно же, с яркими героями, среди которых особенно выделялась девочка из будущего по имени Алиса. О чем, собственно, шла речь в сериале «Гости из будущего»? Напомню. Однажды, в 1984 году, два шестиклассника, Коля и Фима, решили проследить за странной девушкой, которая вышагивала по московским улицам эффектной походкой. Слежка привела парней в старый заброшенный дом. Ну, Фима передумал лезть в такое опасное место, а Коля рискнул и обыскал подозрительный дом. Девушке там и след простыл, но зато в подвале нашлась самая настоящая машина времени. Коля воспользовался моментом и переместился на столетия вперед, собственно, в наш 21 век, ну, в представлении режиссера. Разумеется, Коля захотел увидеть космопорт. И не просто посмотреть, парня интересовала возможность слетать маршрутным космолетом куда-нибудь на Марс, ну, или хотя бы на Луну. Но не тут-то было. Коля видит появление зловещих чужаков и понимает, что это весьма нехорошие гуманоиды. Ну, как минимум, космические пираты. Внимание шестиклассника переключается на слежку за инопланетными преступниками. Коля видит, как пираты собираются прикарманить мейлофон, особое устройство, которое позволяет читать мысли. Прибор этот был в распоряжении девочки из будущего по имени Алиса, которая изучала мысли крокодила в зоопарке Космозо. Воспользовавшись моментом, пираты стащили мейлофон. Но советский пионер с помощью научного сотрудника Космозо, Электрона Ивановича и разумного козла Наполеона вырывает ценное устройство из бандитских лап. Чтобы не огрести люлей по полной, заветные слова «Алиса, мейлофон у меня!» он их произносит и возвращается в свое время, в 80-е годы. Но так как конспиролог он был никакой, то на хвосте за собой в советское прошлое он привел пиратов Крыса и Весельчака У. Вскоре в советскую Москву прибывает и девочка Алиса. Она узнала имя, номер школы и класса Коли, но она не знает, как он выглядит. А в шестом Б целых три Коли. И наш, напуганный космическими пиратами, герой вовсе не собирается раскрывать свои похождения. В общем, далее начинается настоящая охота на мейлофон. Интриги добавляет и суперспособность пиратов принимать внешний облик любого человека. Конечно, показанное будущее 2084 года – это лишь условный образ, а не футурология. Это абсолютно стерильный мир, который понадобился лишь для воплощения определенных идей. Такой нечеткий, нереальный, это как будто в центре фокус, а по краям все размывается. Но, тем не менее, в прекрасное далеко, которое ждет зрителей, тогда поверили буквально все юные, ну и не только юные, зрители нашей страны. И все это благодаря великолепному сочетанию музыки, впечатляющего сюжета, отличного кастинга, спецэффектов, ну скажем, приемлемых для скромных бюджетов того времени. В общем, «Гостья из будущего» захватила умы всех без исключения советских ребят. Что не мудрено, конечно же, а особых ценителей вселенная Кира Булычева захватила всерьез и надолго. А вот с книгой «Сто лет тому вперед», по которой, собственно, и создан сценарий «Гости из будущего», были знакомы далеко не все. Книга была настолько популярна, что в библиотеках на нее записывались в очередь, но и попадалась она, соответственно, далеко не каждому. «Сто лет тому вперед» написал талантливый писатель научной фантастики Кир Булычев, сценарист, драматург и историк. На счету этого автора многочисленные фантастические книги для детей и взрослых. Произведения Булычева экранизировались более 20 раз, что сделало его самым киношным советским фантастом. Но, как и писатель Кунан Дойл с его знаменитым Шерлоком Холмсом, наш Кир Булычев вошел в историю фантастики во многом благодаря циклу детских повестей про девочку с земли Алису Селезневу. Как? Это элементарно. Успех этой книжной серии и ее экранизации шагнул и в 21 век. В октябре 2001 года в Московском парке «Дружбы» писатель Кир Булычев, исполнительница главной роли фильма Наташа Гусева и фанаты сериала и участники сайтов «Миелофон» и «Романтики» основали аллею Алисы Селезневой, на которой росли рябиновые деревья. Этот памятный камень расположен в Москве на аллее имени Алисы Селезневой, героини фильма «Гости из будущего» по произведению «Сто лет тому вперед» Кира Булычева. И вот она, позади памятная аллейка, на которой растут рябинки, из которых собирается урожай и делается фирменная настойка Алисовка. Вот такое памятное культовое место нашего детства, прекрасного далека. Вернемся немножко назад. Когда книжный дефицит закончился, на небосклон фантастики успели взойти совсем другие, в основном зарубежные авторы и персонажи. Однако прекрасная далека Булычева осталась символом детской фантастики для целого поколения. А поэтому не мудрено, что современные киношники вспомнили о книге, по мотивам которой снимали «Гостью из будущего». Вообще мир светлого будущего вполне можно показать очень красиво и с размахом. Так поступил актер Джордж Клуни в своем режиссерском дебюте в фильме «Земля будущего» 2015 года. Примечательно, что в его сюжете также присутствует простой школьник, который благодаря своим талантам, а не случайности, в отличие от Коли Герасимова, также попадает в далекое будущее Земли. И симпатичную девочку в этом будущем он также встретит. Но, разумеется, это простое совпадение. Совпадение? Не думаю. Кстати, один только факт, что в Американской киноакадемии эта картина не зашла, на мой взгляд, лишь подтверждает ее качество. Ну а что наше современное кино сможет противопоставить такому? Неужели опять выйдет тоскливый ремейк? Слышь, пацан, вы что все в галсту? И да, и нет. Сто лет тому вперед. Вот чем не название для нового фильма? И опять же, это даст повод не называть экранизацию ремейком. Вроде как все будут довольны. Точно все. Ну, как сказать, давайте посмотрим трейлер. Судя по инсайдам о фильме «Сто лет тому вперед», все знаковые герои обретут современное лицо. Например, школьник Коля, хоть и останется романтиком, будет читать уже не просто стихи, а рэп. И вообще окажется продвинутым геймером. Образ самой Алисы в трейлере показан с максимальной загадочностью. Но тут, как говорится, поживем-увидим. Хотя авторы фильма обещают максимально полное и точное соответствие сюжета предстоящей премьеры, собственно, с повестью Кера Балычева. ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО Коля Наумов Так как так-то, а? Почему сменили? Можно предположить, что режиссер перестраховался. Видимо, во время съемок «Гости из будущего» фамилию Наумов носил какой-нибудь чиновник из Министерства культуры или кино. Мог не понять юмора. Вот от греха и убрали эту накладку. Хотя, как говорится, ничего предусудительного телевизионный Коля Герасимов и Наумов не делал. В книге «Сто лет тому вперед» нет ни загадочной девушки Полины, из-за которой, собственно, в фильме и начался сюжет, ни романтичного робота Вертера. Не скажу за Полину, но появление Вертера в фильме стало настоящим украшением сюжета и основой для очень многих шуток и анекдотов. Причем, порой, не всегда приличных и романтичных. Надо сказать, что Вертер до сих пор успешно появляется во многих мемах. Такое долголетие персонажа не может не радовать. Машина времени в книге находится не в подвале заброшенного дома, как в сериале, а в квартире шпиона из будущего, ну типа как машина Шурика в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Разведчик из будущего является сотрудником Института времени 21 века. И, конечно же, он живет в том же доме, что и сам Коля. И сам Коля в книге обнаруживает машину времени, скорее, случайно, а не после продолжительной слежки за подозрительной манекенщицей из будущего. У будущего в книжной и телевизионной версии тоже разные и своеобразные фишки. В сериале в силу нехватки средств не стали убиваться над детализацией и реалистичностью облика будущей Москвы. В итоге все находки ограничились показом работы автобусного телепортала, заменившего городской транспорт. Мы видим, как Коля даже успевает побывать у моря. Также зритель увидел причудливо одетых инопланетян с Альфы Центавра. Да, ну ж, милый. И погоню на летающих флипах. Небольшим разочарованием мира будущего стал космопорт, в котором так не показали ни одного работающего звездолета. А жаль. Но, повторюсь, для того времени и не избалованного фантастикой зрителя с лихвой хватило того, что режиссер Павел Арсенов сумел воплотить на экране. В книге будущее описано более детально. Коля наблюдает, как строится морастущий дом, попадает на биостанцию, где работают его ровесники, замечает парочку новых телебашен, которые выше Останкинской, устраивает дегустацию редких видов мороженого из бесплатного автомата, далее встречает капитана Пегаса Полоскова, летящую корову Склиса и птицу Говоруна. Птица Говорун отличается умом и сообразительностью, умом и сообразительностью. Знакомых нам и, надеюсь, вам по мультфильму Тайны Третьей Планеты. Кстати, по сюжету повести пираты Крыс и Весельчак У не собирались брать милофон. Они хотели проникнуть на корабль, перевозящий золото, и по ошибке попали на почтовый космолет, где уже спрятался Коля, мечтающий зайцем побывать на Марсе. Их обнаружили и высадили, а следом с корабля улизнул и сам Коля. Он услышал, как работники космопорта стали говорить, что проверят каждый закуток трюма. Зляс на подозрительных незнакомцев, помешавшим ему улететь в космос, Коля начинает следить за ними, ну и, как отражено в сериале, тут же становится свидетелем начала их охоты за милофоном. И хотя в старом фильме способность превращаться в других людей имеют два пирата, в книге она выражена только у одного, у крыса. А Весельчак У, как представитель другой цивилизации, перевоплощается через смену гардероба и прочих шпионских штучек. «Запомните, меня зовут Весельчак У». Что же еще? Ну, во-первых, разное знакомство Коли и Алисы. Встречу Коли с Алисой помнят все, кто смотрел сериал. Фразу «Алиса, милофон у меня!» не повторял свое время, только ленивый. В книге же Коля впервые видит Алису тоже в космозо, но не с крокодилом, а с динозавром. И ничего про милофон, собственно, мальчик не кричит. Ну, а главная разница кроется в финалах книги и сериала. В кино ребята попадают в заколоченный дом, на помощь им там приходит тренер Марта и сотрудница института времени по имени Полина. Исправляя свою оплошность, которая привела к проникновению Коли в будущее, Полина эффектно нейтрализует пиратов. Ну, а следом ребята провожают Алису в будущее навсегда под пронзительную мелодию песни «Прекрасная далека» и «Будь ко мне жестока». В книге «Сто лет тому вперед» школьники вступают в бой с пиратами. Лично. Им никто не помогает. И от беды их спасает выздоровевший к тому времени сосед Коли, сотрудник института времени. Напомним, что в книге именно через его квартиру-станцию Коля и попадает в будущее. Затем смотритель открыто обвиняет Колю и Алису в том, что именно из-за них состоялось ЧП с космическими пиратами. Хотя, конечно же, и он сам виноват не меньше, потому что не надо было просить врачей скорость оставить в ключе от квартиры с машиной времени соседскому мальчику. Но смотрителя оправдывает то, что он надеялся на появление запасного дежурного по машине времени, который, по-видимому, также находился в советском прошлом. Ну и любимое от внимательных зрителей, так сказать, на закуску. Знатоки Москвы и любители фильма в свое время заметили, что герои бегают по городу довольно-таки беспорядочно. То они в одной точке столицы, то вдруг в продолжении этого же эпизода могут оказаться в другой, очень неблизкой локации. Такое вообще свойственно нашему кино. В плане перемещений по городам очень часто используется такой монтажный телепорт. Прогулка по зимнему Ленинграду, Наде из Иронии Судьбы, все перемещения итальянцам за сокровищами, приключениях итальянцев в России, все в той же северной столице. Да и в относительно свежем фильме «Питер.ФМ» герои также телепортируются по разным местам совершенно без всякой логики. Но зато в кадре это смотрится динамично и красиво. Невзирая на все условности и невольные киноляпы, безусловно, «Гость из будущего» заслуженно стала культовым сериалом и символом советской кинофантастики. Ну а что же ждать от нового фильма «Сто лет тому вперед»? В целом шанс на удачную экранизацию, конечно же, есть, в случае если совместить все лучшее из книги с новыми спецэффектами и не забыть про ностальгические цитаты из советской экранизации. Ну и оригинальный саундтрек грамотно вписать и использовать. Но, учитывая прежние работы авторов «Сто лет тому вперед», боюсь, что достойный итог у этой затеи, к сожалению, будет, скорее всего, фантастикой. Нет, сынок, это фантастика. Но, как говорится, будем посмотреть. А как считаете вы, понравится ли современному зрителю экранизация книги «Сто лет тому вперед»? Так же, как в свое время нашумело «Гости из будущего», когда даже родившихся после премьеры девочек называли именем Алиса? Делитесь вашими впечатлениями в комментариях. Обязательно подписывайтесь на канал «Маяк истории» и, разумеется, читайте и смотрите фантастику исключительно с большим удовольствием. С вами был Дмитрий Ран. До новых встреч в будущем!